Смоленская АЭС На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка на утро сегодняшнего дня составляет 135 миллиардов 58 миллионов киловатт-часов, 101,04% от планов. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 2933 мегаватта. Замечаний к работе оборудования нет. За 16 дней августа энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 342 миллиона киловатт-часов. С начала года выработка составила более 13,5 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 628 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Завершилась 13-я летняя спартакиада работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2021». По итогам соревнований команда акционерного общества концерна «Росэнергоатом» заняла первое место. Спортсмены Смоленской АЭС выступили более чем достойно, положив в копилку команды 4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медали. Легкая атлетика – Виталий Чванов. Золото на дистанции 3000 метров. Серебро на дистанции 800 метров. В составе шведской эстафеты и эстафеты 4 на 100. Плаванье – Игорь Андреев. Серебро на дистанции 50 метров брасом. Регина Федюкова – золото в комбинированной эстафете и в эстафете вольным стилем. Гиревой спорт – Дмитрий Раков. Золото – рывок гири в категории до 78 килограммов. Серебро в эстафете. Баскетбол 3 на 3. Серебро – Даниэль Кобедин, Дмитрий Гладышев, Владимир Федюков в составе команды концерна «Росэнергоатом». Поздравляем наших спортсменов! День физкультурника традиционно отмечают во вторую субботу последнего летнего месяца по всей стране. Сектор культурно-досуговой и спортивной работы первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС в этом году праздник отмечал семейными стартами. На стадионе «Атомтранс» состоялись соревнования «Единый день» выполнения норматива в ГТО, посвященный Дню физкультурника. 15 семейных команд соревновались в упражнениях на пресс, гибкость, отжиманиях и беге на средней дистанции. Победителей определяли по специальной таблице оценки выполнения испытаний в рамках фестивалей ГТО. По результатам четырех видов первое место заняла команда гимнасты – Тиховый Николай и Александр, Тимотина Иван и Тимофей. На втором месте команда «Атом» – Гаврютины Антон и Егор. Третье место – команда «Шторм» – Филимоненковы Алиса и Денис. Всего шесть очков не хватило до призового места команде «Факел». Им досталась номинация «В шаге от пьедестала». Номинация «Дружная семья» и пятое место в итоговом зачете у команды «Моряки». Команды от «Винта», «Девчата» и «Алхимики» были отмечены в номинации «За волю к победе». Также специальными призами были отмечены самый юный участник соревнований и двое самых старших спортсменов. Все команды получили памятные призы. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова